Каждый россиянин может предложить идею для развития страны, получить профессиональную оценку инициативы и возможности для ее реализации через партнерскую сеть агентства стратегических инициатив. Такова цель форума «Сильные идеи для нового времени», который стартовал в стране во второй раз. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, подготовить проекты на базе своих идей, найти единомышленников, сформировать команду проекта. Самарская область в числе регионов лидеров по активности. На форум поданы более 1200 идей. Представленный проект примирения обидка, направленный на профилактику травли. Его цель – рассказать как можно большему числу людей о проблеме буллинга, научить их распознавать случаи травли и разработать алгоритмы поведения в такой ситуации. Мы работаем в рамках восстановительного подхода, то есть у нас нет задачи кого-то наказать, кого-то обозначить виновным. У нас есть задачи всех максимально восстановить, помочь. Акцент в этом форуме сделан именно на обучении студентов даже, а не на преподавателей. Они словно агенты будут попадать в учебные заведения и работать над профилактикой, предотвращением этой ситуации конфликтов, каких-то недоразумений изнутри. Это здорово и замечательно. Студенты говорят, информация, звучащая на форуме, полезна и точно найдет применение в жизни. Насчет буллинга у нас проводятся отдельные лекции, которые, кстати, очень интересные. Ну и побольше узнаешь о таком месте, как служба примирения. Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлен до 20 мая. Предложить идею можно на платформе ideasroscongress.org. На крауд-платформе также можно подключиться к обсуждению уже размещенных идей, тематических направлений 7, социальная, технологическая, экологическая, кадровая инициатива, а также предпринимательство, развитие регионов, открытый разговор. Финальной точкой станет точный двухдневный форум. Он пройдет этим летом. Там будут представлены 100 лучших идей и проектов, лучшие 10 оценит руководство страны. Виктория Шарая, события.